Сегодня мы поговорим про 42-ю страницу трактата Нидарим. И здесь две Мишны в начале и в конце страницы. В основном вся судья очень техническая, я только попытаюсь в основном перевести сами эти Мишны. Значит, опять очередные Мударим, как говорится, да, люди, которые друг на друга сделали, либо обоюдно, либо один из них сделал, да, чтобы не мог второй получать от него удовольствие. Так вот, следующая группа вещей обсуждается в отношении продуктов его поля в обычные годы и в седьмой год. Значит, если человек сделал Нидар, чтобы другой не получал от него Хана, или, наоборот, тот сам сделал этот Нидар, что он от первого не будет получать Хана. Если это сделано перед седьмым годом, то тогда он не может даже заходить на его поле, ну и тем более есть то, что там растет. Да, потому что он любой Хана запретил, не только еду, но любой Хана. Поэтому нельзя ни по полю его ходить, ни тем более его фрукты есть. А если это произошло, да, если это седьмой год, седьмой год же все фрукты ничейные, поэтому сами фрукты не запрещены, это не считается Гана, да, потому что фрукты не принадлежат хозяину больше. Проблема в том, что ты все равно не можешь заходить на его поле. Поэтому в седьмой год он не может приходить на его поле, но если он может достать как-то по-другому эти фрукты, да, например, они висят над забором, да, часть фруктов этого поля, дерево, да, ветки его свисают с другой стороны забора, то эти фрукты он может есть, соответственно. А вот если он сделал недер, не удовольствие запретил себе, а запретил только есть. Недер Маахан, мы уже обсуждали, что бывало у них два варианта основные. Либо человек запрещал себе только еду другого, либо все удовольствие от другого. Так вот если он только сделал недер что-нибудь есть чужое, есть пищу второго, тогда, опять же, перед седьмым годом он не может есть, но может ходить по его полю. А вот если седьмой год, тогда, соответственно, он может и заходить, и есть. Тут вроде в основном все понятно. Хотя детали, опять же, есть, как всегда, в геморе есть, что обсуждать. В самом конце страницы на второй стороне есть еще одна мишна, на которой обсуждение будет уже дальше, на следующем уроке, хотя мы вряд ли будем этого касаться. Но, во всяком случае, здесь ситуация общего Недера, значит, мудр Гана, когда человек запретил себе Гана другого, то целый ряд вещей запретили, а именно занимать друг другу, или одалживать, или продавать и покупать друг у друга. Давайте я сейчас прямо в двух словах скажу про следующую сумму, которая написана в 43-й странице. Там Гемора спросит очевидный вопрос, что почему и в ту и в другую сторону запрещено. Да, ведь Гана только одному из них, казалось бы, запрещена. Если я, например, запретил себе Гана от вас, то почему я не могу вам давать в долг, например, или на прокат что-то, ну, не на прокат, а за бесплатно, допустим, дать вещью какой-то попользоваться. Да, почему запретили все варианты. И в Геморе будет два Террица, да, один ответ Рабьез и Барханины, что здесь речь идет о том, что они оба друг другу запретили Гана. Но у нас Аллаха следует последнему Террицу, который говорит Абая, что это Гизейра. То есть они сделали общую Гизейру, что если запретить... Один даже из них запретил Гана по отношению к другому, то теперь уже ни тот, ни другой не может ни занимать, ни одалживать друг у друга. Все варианты запретили. То есть на всякий случай запретили в обе стороны одалживать вещи или деньги, видимо, боясь, что если одно разрешить, то и другое. Да, люди обычно, когда берут в долг, то они и дают в долг. Когда они занимают что-то, то они обычно и дают. Поэтому, чтобы поменьше контактировали, и уж тем более не давали друг другу ничего, запретили и то, и другое. Баруха Шем сегодня практически не случается. Никогда не слышал, что кто-то сделал недр, что он запрещает себе Гана другого или наоборот запрещает другому Гана своего имущества. Поэтому эти все нишнаеты одна за другой, которые обсуждают такие случаи. Тогда их случалось не так уж редко. Но сегодня Баруха Шем это невероятная редкая ситуация, к нам не относятся. Если со мной нравится видео, пожалуйста, жмите лайк.